Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 августа, день Анны. Почитается память святой Анны, матери Марии, родившей Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима. Детей у семейной пары не было. Иоакиму в пустыне явился ангел и сказал, что Анна родит дочь. Вскоре его супруга действительно родила девочку. Имя Мария получила лишь на 15 день по иудейскому обычаю. Назвали ее так, как повелел сделать ангел, сказал, что имя дочери Анны Иоакима дал сам Господь. В народе этот день называют Анной лестницей или Анной холодницей. Дни постепенно становятся все более холодными и было заметно, что дело идет к осени. Поэтому дню судили, какая будет зима. Сегодня отправлялись на сбор раннего картофеля. Продолжали собирать и заготавливать ягоды. Приметы. Если утром холодно, зима рано наступит и будут студеные. Какая погода на Анну до обеда, такая будет зима до конца декабря. Какая после обеда, такая после декабря. Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму. И если идет дождь, зима будет теплая и снежная. А вот вы когда рекомендуете вообще арбузы есть? Говорят, они там вначале то ли неспелые, то ли там откуда-то везут, захимиченные и так далее. Я их с подбаранка начинаю, только зарозовел я их уже ем. Разовел и называется подбаранка. Да. А это тут по полю, я его вижу, какой подходит. Зарозовел. А вообще признаки нельзя так вот просто сказать? Ну признаки я смотрю, там признаков много. Баранчик есть, есть баранчик, такая завитушка и язычок. Как они высохли, это уже они спелые. Баранчик и завитушка это вот это? Вот это на конце от цепи есть. Вот на нем весь язычок такой и баранчик. Вот они как подсыхают, это признак того, что он уже подходит. Это один вариант. Второй вариант по виду. Пятый вариант, сердцком определяют. Четвертый вариант, ложишь его на попку, вот так вот пальцами попробовал хрупнуть. Это значит, что он уже не зеленый. Хотя спелым его совсем и не было. А как надо хрупнуть, вот если этот? Это большой. Это большой? Надо двумя пальцами вот так вот берешь и придавливать. А, вот здесь? Да, вот здесь в порке. А так? Да. То есть вот так вот. Вот двумя руками это надо вмятить. Ты разреши ребятам посмотреть, поснимать на камеру, арбузы как растут. Ну я же сразу уловил это дело. Говорю, ребят, да мы только собрали. Говорю, ну пройдите вдоль лесополосы и посмотрите. Может на дереве какой остался. Вот почему арбуз такой водянистый и хорошо утоляет жажду. Потому что он растет в степи, в жаркое, засушливое время года. И ему надо бороться против этого тем, что он накапливает влагу. Поэтому он как раз ее и отдает. И тем самым удовлетворяет жажду человека. Вот это бахча. Высушивают корочки, то есть не выбрался, высушивают корочки. Делают отвар с них и пьют. Тоже это обладает мочегонным действием. Таким хорошим. Можно применять и для менях, и для устарения. Ну вот соленые арбузы, они до апреля месяца могут привязать. В этом году в колхозе солили вот такие вот. В апреле директор лесхоза приехал, говорит, вот соленые арбузы. А каково, каково. Так что варбузный сезон. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки. Открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова. И не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok